Всем привет! Запускаю новую рубрику «Готовим из продуктов магазина Светофор». В этом выпуске я приготовлю пиццу, но для начала мы отправимся в магазин и купим необходимые продукты. Оставайтесь со мной, будет очень интересно. Друзья, а если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов. Также ставьте лайки, если этот выпуск вам понравится, пишите хорошие комментарии, а мы начинаем, поехали! Продолжение следует... Так, приехали из светофора, купили машинку. Краковскую традиционную колбаску для начинки, тесто, 4 пластины, 2 куска сыра сливочного. Также купил себе шиповничка попить с пиццей, кетчуп Балтимор, шампиньончики развесные и помидорка. Еще купил морковку по-корейски, хотя написано спаржа по-корейски, но, видать, с морковкой. Но это сюда не считается и это тоже сюда не считается. По чеку в конце ролика посмотрим, сколько вышло. Для начала разморозим тесто, положим его на батарею, чтобы побыстрее разморозилось. А пока займемся начинкой. Друзья, сын у меня еще прихватил вот такой сыр для чизбургера. Помоем помидорки и шампиньоны. Распечатаем колбасу. Пахнет очень вкусно. И сыра. Купил специально 2 пачки, чтобы пицца получилась вкусной и насыщенной. Пиццу будем делать на слоеном тесте. Так, начнем с шампиньонов. Там морская свинка свистит. Давайте ей отрежем, чтобы она не свистела. Помидорки такой вот треугольничек дадим ей. На. Покушай. Порежем помидору. Ну, запах присутствует помидорок. Нарезать будем максимально тонко. Перекладываем. Вкус, если честно, у помидора так себе. Держи тебе еще. На, кушай. Переходим к колбасе краковской. Будем нарезать. Для начала ее надо почистить. Чистить это дело такое. Попробуем кусочек. Нормальное, вкусное. Нарезать буду кружочками. Первая половина колбасы нарезана. Кстати, посмотрите, как выглядит колбаса краковская. Внутри жир. В общем, вот так она выглядит. Бакс, будешь? Будешь? На. Будет или нет есть? Ты будешь или нет? Ты меня пугаешь. Бакс. Ты что, наелся? Что, колбаса невкусная? Да. Короче, кот не стал есть. Осталось натереть сыр. Но перед этим я его попробую. И скажу, что сыр нормальный, вкусный. Вот сыра много. Это еще только первый кусок. Впереди ожидает еще один. Пицца получится обалденно вкусная. И обалденно сырная, сливочная. Вот столько получилось одного куска. Целая большая тарелка. И натираем второй кусок. Вот мы и натерли второй кусок сыра. Две тарелки. Громадное сыра, шампиньоны, колбаса и помидоры. Самая долгая часть приготовления пиццы сделана. Берем тесто и распечатываем. Здесь 4 пласта. Получится 4 пиццы. Верхний пласт теста подразморозился. Сейчас я его отлеплю от нижнего пласта. И попробую раскатать. Вопрос передо мной сейчас такой. Какой формы пиццу сделать? Круглой или квадратной? Конечно, проще сделать прямоугольную. Пласты прямоугольной формы. Чтобы лишний раз не возиться с ним, сделать прямоугольную. Так, два пласта. Попробуем мы эти между собой. А, вот они замороженные, кстати, хорошо разлепляются друг к другу. Берем скалку и раскатываем тесто. Слоеное дрожжевое. Так, лишнее уберем. Ну-ка, если я загну ее вот так, то думаю, что у меня должна будет получиться круглая пицца. Короче, руками помну еще. Что-то скалкой не очень получается. В этом месте того, где сейчас лопнет она у меня. Чтобы этого не произошло, я ее подслеплю. Так, нужно поместить основу для пиццы на противень. Так, давайте померяем, какого размера основа получилась. 28 сантиметров. Включаю духовой шкаф на верхний и нижний подогрев. И температуру выставляю на 180 градусов. Ну и займемся основой для пиццы теперь. Добавим кетчуп. У кетчупа состав вода, томатная паста, сироп глюкозно-фруктозный, уксус столовый, загуститель, соль, чеснок, лук, петрушка, морковь, перец чили, подсластитель сахарин, натриевая соль. Такой состав. Наливаем. Довольно жидкий. Так, размазываем. Кетчуп размазали. Следующий возьмем колбасу. Сначала крест-накрест сделаем. Потом между этими положим по кусочку. Потом в центр. Потом между этими крест-накрест. Так сказать, чтобы ровненько выложить. Теперь помидорки. Помидорку примерно таким же способом. Крест-накрест. Центр вот так положим. И вот такими вот долечками между ними положим. Сюда такую положим. Потом это все посыпем сыром. Посыпем сыром. Вот так вот побольше. Люблю, когда сыра много. Сыра побольше набросаем. Теперь возьмем шампиньоны. И вот так сверху положим. Крест-накрест. Я их специально наверх сыра ложу, чтобы они получше пропеклись. На всякий случай. Ну и последним штрихом перчика немножко сюда. Так, пиццу кладем в туховой шкаф. Выставлю ее на середину. А на телефоне поставлю секундомер, чтобы засечь время. Пока готовится первая пицца, займемся второй. Во! Сколько шампиньонов. Прошло уже 10 минут. И надулось вот несколько таких пузырей на пицце. Ну, я думаю, что она скоро уже сготовится. На стол положу стрейч-пленку. Для того, чтобы заворачивать. Прошло уже 15 минут. Я думаю, надо доставать пиццу. Аж объектив запотел. Достаем. Смотрите, какая она румяная. Кладываем вторую пиццу посередине и также на 15 минут. Смотрите, какая она вкусная и аппетитная. Сколько начинки. Так, снимаем. Все-таки нужно было противень чем-то смазать. Так как пицца, тесто прилипло. Снимаем вот так вот аккуратненько. Немножко поломалось. Итак, помыл я противень. В этот раз я добавлю, присыплю мукой, чтобы тесто не прилипало. И возьму плац тесто. Будем теперь таким способом раскатывать. Загибать я не буду. Так, посыпем еще муки. Как говорится, первый блин кома. Что у нас и получилось. Достаем и кладем следующую. Также на 15 минут. Друзья, эта пицца не пригорела. Достаем ее. Осталась последняя пицца. Достаем третью пиццу. И закладываем четвертую пиццу. Оп. Распечатаем шифовник. Положу себе две ложки. И сахара. Три ложки. Аромат божественный пошел. Достаем последнюю пиццу. Это в сторону. Эта пицца тоже не прилипла. Оп. Давайте, друзья, пробовать, что у нас получилось. Вот такой замечательный прожаренный кусочек у нас получился. Сейчас попробуем на вкус. Офигенно вкусно. Всем рекомендую. Тесто довольно очень вкусное. И начинка. Начинки прям здесь очень много. Ну и давайте попробуем спаржу по-корейски с морковью. Паржа по-корейски тоже вкусная. Остренькая. Забористая. Как и обещал, друзья, сейчас подведем итоги этого выпуска. Посмотрим, сколько я потратил денег на эти четыре пиццы. По чеку видим, что сыр сливочный две штуки вышел на 223 рубля. Кетчуп на 29 рублей. Тесто вышло на 60 рублей. Колбаса краковская вышла на 80 рублей. Шампиньоны на 11 рублей. Томаты свежие на 39 рублей. И это все, что вышло на пиццу. И общая сумма выходит 440 рублей. На этом все. Кому ролик понравился, ставьте лайк. Также подписывайтесь на канал. Пишите хорошие комментарии. С вами был Дмитрий. Всем до встречи. Увидимся в следующих роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok